Всем привет! На связи Борис Соколов с сайтом Визесам.ру И давайте я расскажу вам о погоде в Турции зимой, об особенностях отдыха в Турции зимой, и стоит ли вообще ехать. Смотрите, ну зимой вот на Новый год особенно в Турции просто холодно. Я вам расскажу, конечно, что здесь делать, как выбирать, например, плюсы какие-то. Но я сам в это время не езжу в Турцию, когда есть более теплые страны, в том числе и бюджеты, например, Гуа. Там постоянно светит солнце 27-28 градусов, в дожде никогда не бывает, можно купаться в море, зачем ехать в Турцию, где вот время 13-12-11 градусов. Смотрите, ну на Новый год в Турции, и зимой в Турции, в принципе, всегда прохладно. То есть температура 10, 12, 13, ну 14, в феврале можно, например, максимум 15-16-17 градусов подниматься. Сразу скажу, бывают аномальные температуры. Вот один раз, как раз во время пандемии, в феврале была температура 19 градусов, 18. Мы даже загорать на море выходили. Но это там раз в 10 лет, если не в 20. Тут даже многих, кто здесь живет, не помнит, чтобы был такой теплый февраль. Купаться, конечно же, нельзя. Температура в море, ну градусов 16-15-16 градусов подойдет только для моржа, если хотите. В остальном, то есть для пляжного отдыха Турции не подходит. Что можно делать, если вы все-таки решили только Турции? Ну, не знаю, почему вы так решили, но решили поехать домой в Турцию. В Турции в это время цены очень снижаются на отеле. И многие, например, европейские пенсионеры ездят на систему «все включено», потому что она, допустим, раза в два меньше, чем летом. Иногда может даже больше быть. То есть просто зайдешь его пожить в хорошем отеле. Сразу скажу, если ехать зимой в Турцию, то только в пятерке. Чтобы было с тем все включено, и чтобы был отель, бассейн с подогревом. Еще желательно как-то он крытый немножко, чтобы закрытого типа был. Тогда можно будет, допустим, сходить в бассейн. Особенно если он как-то закрытый, в закрытом пространстве более закрытые места у бассейна. Еще если ехать зимой в Турцию, то смотрите, допустим, смотрите горящие путевки по погоде. Одно дело солнышко, пусть 14-15, ну, 13 градусов солнышко. Другое дело 9-10, идет дождь, с моря ветер. Ну, по мне, лучше даже просто в зиме, когда снег, чем такая погода для отдыха. Ну, так вот, выбирайте отель с подогревом. Выбирайте только пятерки. Что бы еще я вам посоветовал? Смотрите, вот некоторые ездят в Стамбул. Стамбул красивый город, но и, конечно, лучше у него есть в мае, в сентябре. Но вот есть тоже такая интересная особенность. В Стамбуле может выпустить в это время снег, ну, 5-6, там, 4-3 градуса. И такая оригинальная мечеть, и пальма, и чуть-чуть снега. Ну, некоторые видят в этом колорит. Плюс, конечно, цены гораздо ниже, чем в обычный сезон. Ну, так вот, если вы поехали в курортный город, что можно сделать? Поездить по близлежащим городам для экскурсионного отдыха. Можно посмотреть дешевый горящий тур, с сайта, где сравниваются туры, где... От всех туроператоров я вам дам под этим видео. И взять машину в аренду. Взять машину в аренду и поездить. Допустим, мы поехали в курортный город. Кстати, всех теплее в Алании, например, на 1-2 градуса теплее, чем в Кемере и в других городах. Так как она находится южнее, плюс сама Алания защищена, именно город, не близлежащий поселки, защищена так горами, что тепло здесь сохраняется чуть дольше и всегда потеплее. Так вот, можно поехать, допустим, взять машину в аренду, съездить в Анталию, посмотреть исторические достопримечательности, центр города, съездить в Сиде, тоже древние развалины, амфитеатр древнегреческий. Например, если в другие города съездить в Аланию, вот здесь, допустим, очень классная сохранившаяся крепость средневековая 12-13 века, построенная на горе. Красивый очень вид, историческое достопримечательство, просто красиво. Например, приехали в Аланию, сходили в пещеру Демалаташ, она прямо в центре города. Рядом фуникулер, сели на фуникулер, поехали в город на средневековую крепость. Это может быть... Обязательно, если вы в Алании, сходите в пещеру Демалаташ. Пещера очень маленькая, даже заход спускаться никуда не надо. Погуляли, взяли машину в аренду, вернули, допустим, в свой отель, там, 5 звезд, где у вас бассейн с подогревом, есть еда, все включено. Ну, сразу скажу, стоит ехать, только если хороший ценник, прям намного дешевле, чем в другом... Ну, только из-за ценников, только из-за цены можно зимой ехать. Аренда машины? Аренда машины начинается где-то от 30 долларов. Зимой даже может вам дать и меньше. Чем больше дней вы возьмете, еще меньше. Например, на один день дороже, чем если вы берете машину на три дня. Это, я вам говорю, цены от местных, таких вот агентств, в которые вот вы, допустим, приехали, их можно встретить на каждом углу. Ренткар, ренткар. Смотрите, вот цены на аренду автомобиля, прям в отеле, то есть машину с 35 евро можно взять прям в отеле. На улице я видел 30 евро. Можно взять машину в аренду от крупных компаний, типа Европкар, Баджет. Она будет стоить дороже. Она будет стоить дороже, но, например, можно сразу взять машину в аэропорту, допустим, Анталии, а сдать в другом городе, где есть представительство этой компании, например, в Алании. Плюс вас не обманут, плюс у вас будет полная страховка. Это выйдет дороже, но вам спокойнее. Если вы берете машину у частных, в аренду в частных компаниях, то проверяйте, вот в местных особенно, проверяйте все сколы, все там какие-то недочеты, сделайте фото, видео, чтобы когда вы сдавали эту машину, вам не скажут, что это сделали вы. Причем, ну, даже Хосяин может, например, не заметить, ему кто-то сдал предыдущий человек машину ночью, допустим, в вечернее время, он не заметил эту царапину, а скажет, что это сделали вы. Ну, в таких крупных компаниях это не бывает. Там машину моют перед тем, как ее вам сдать. Ну, вот, который я назвал, ссылочку на этот сервис, где сравнивается предложение всех таких крупных мировых компаний, которые есть во многих странах, в том числе в Турции, я вам дам под этим видео. Итак, вот, если вы взяли машину в крупных авиакомпаниях, вам ее помоют, там будет бензин, ну, сервис выше и цены выше. Но, допустим, в местных авиакомпаниях, в таких ренткарах, вы взяли около отеля где-то, вам надо вернуть ее туда же. Допустим, в аэропорту не сможете вы доехать на ней, в аэропорт, допустим, Анталии, и там оставить. А если взяли в аренду крупных компаний, то можете. Так вот, вы можете, ну, единственная цена на экскурсии, можете, экскурсионный отдых подойдет зимой, допустим, в такие места, которые не связаны там с водой, с реками, например, морские прогулки не подойдет. Допустим, по Муккалеи вы не покупаетесь там тоже на соляных ваннах. Ну, там многие, например, в купальниках делают фотки, тоже вы зимой не сделаете. А подойдет, например, такая экскурсия, как Демромира Кеко, что старый Демромира Кеко, то есть там старый город Аликийский есть, церковь, где жил Николай Чудотворец, можете сами, кстати, доехать на машине. Вот, вполне подойдет, допустим, историческая экскурсия. Допустим, если вы не в Аланье, можете сесть в Аланье там на один. Вот то, что я вам говорил на машине, вам все расскажут. Например, если вы в Аланье, есть даже экскурсии обзорные по городу, 15 долларов там стоит. Если не хотите брать машину, вам покажут Аланье. То есть вот какие-то такие исторические экскурсии, да, будут классные, будут интересными. Ну, вот, например, рафтинг тоже на лодках. Ну, прикинь, 10 градусов, а какая температура в горных речках тоже, например, не подойдет. Можно съездить в Стамбул на экскурсию. Ну, она где-то 200 долларов. Может вам 250 сделать скидку в зимний период. Если вы в курортных туристических городах, опять лучше в Стамбул лететь, когда будет хорошая погода. Ну, все. Всем пока. С вами был Борис Искалов с сайта ВизаСам.ру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну, и сами расскажите о вашем отдыхе, если вы были... В какое время вы были в Турции, допустим, были зимой, понравилось вам или нет. Все. До встречи в следующих видео. Пока-пока.